Это часть этого глобального плана. И я хочу отметить тут очень важный момент. Как сказано в книге Апокалипсиса, четыре ангела будут отпущены от Великой реки Ефрат. А четыре ангела, в суть их, четыре государства, которые должны будут принять активное, большое, серьезное участие в этой войне, в битве Армагеддона. И кто эти четыре государства? Это Ирак, который уже не зложен, потому что ангелы отпустили, их начали фактически отпускать еще раньше, примерно 15 лет назад, примерно с 2006 года пошел весь этот процесс, уже более 15 лет назад. Ирак, не зложен, как я сказал, был Ирак, не зложена была Сирия, потому что Сирия, а Сирия, это одно из четырех вот этих государств, ключевых на Ближнем Востоке, которые должны быть уничтожены для восстановления Большого Израиля. Цель уничтожения этих государств, чтобы часть их территорий перешла к царству Давида по пророчествам Библии. Третье государство – это Турция. Турция сидит на реке Ефрат, поэтому Турция в будущей войне будет, естественно, как государство, не зложено и уничтожено, и понесет огромные потери. И в рамках этого плана, скорее всего, Турцию выкинут из НАТО. Кстати, сегодня было уже официальное объявление ультраправых в Европе, по-моему, в Нидерландах, выкинуть Эрдогана и Турцию из блока НАТО. И Эрдоган это прекрасно понимает, что масоны готовы выпереть Турцию из НАТО. Но даже если они формально не исключат Турцию из НАТО, они ей помогать не будут. Когда начнется вот эта война, Турция останется один на один и просто будет стерта основные города Анкара, Стамбул, Восточный, будет стерт с лица земли ядерными ударами. В этом я практически не сомневаюсь. Это то будущее, которое уготовлено Турцией. Поэтому оно, как государство, прекратит свое существование. И четвертое государство – это Иран. Таким образом, когда будут уничтожены все четыре государства, это стоящие у реки Ефрак, по предсказанному, я повторяю, в книге Апокалипсиса, и все комментарии говорят именно об этих четырех государствах, откроется возможность для воссоздания Великого Израиля с границами от Красного до Черного моря. Потому что Днепр и часть, ну и Одесская область, она предназначена Израилю. Ну и, соответственно, сухопутный проход через Турцию. Часть Турции тоже станет частью царства Довида. Часть Ливана, часть Сирии, часть Ирака, часть Иордании, часть Египта. Весь Синайский полуостров перейдет после войны также к Израилю. Вот это глобальный план, ради которого, в принципе, и планируется большая война на Ближнем Востоке. Поэтому, конечно, Эрдоган своей волей или своим подсознанием, потому что надо понимать, что энергетические сущности, они контролируют сознание людей, и тем более высокопоставленных политиков, от которых зависит будущее целых наций, настоящее и будущее народов и государств. Естественно, что они находятся под контролем вот этой демонической иерархии, потому что иначе сегодня политикам стать невозможно. Ну, выбранным политикам, потому что демонические силы контролируют большинство структур власти. И чтобы пройти на вершину пирамиды вот этой власти, ты должен иметь с ними договор. Это тоже очень важный момент. Поэтому все мировые лидеры, которых мы сегодня видим, ну или, так скажем, подавляющее большинство, более 95% они все состоят в демонической иерархии, каждый на своем уровне. И более 95% они все состоят в демонической иерархии, каждый на своем уровне. Естественно, они, многие из них, опять-таки, очень плотно взаимодействуют с глубинным государством, центр которого находится в Нью-Йорке. Потому что раньше это был Лондон, но после того, как Соединенные Штаты стали первой державой, первой мировой державой, супердержавой, то центр вот этого глубинного макрогосударства, он переехал в Нью-Йорк. А Кремль – это всего лишь одно из ответвлений вот этого государства. Естественно, что в Кремле правят сианисты. Вот в этом и духовный смысл всего происходящего. И да, они действуют открыто. Сатанисты фактически сорвали точно так же, как он стер Содом. И имя-то дикие, чтобы обманывать всех и на этом наживаться. Но они не были вот такими открытыми убийцами, как нацисты, да? Потому что они были заинтересованы, чтобы караваны торговцев шли через их городах. И именно эти города, которые Господь уничтожил напрямую сам своей рукой и своей волей в назидание всем будущим поколениям. Так вот Макрон, он фактически как царь Содома от имени всей Европы и частично остального мира. Выступил и сказал, ну что ты можешь сделать? Он Богу это сказал. Вот посмотри на нас, мы точно Содом. Что, ты уничтожишь всю Европу? И на это ответ будет, конечно же, один. 300 ядерных ударов по Европе уничтожат европейскую цивилизацию. Бог сотрет их с лица земли, точно так же, как он стер Содом. И именно поэтому он дает силы России противостоять коалиции из 64 стран во главе с США. И они ничего не могут сделать с Россией. Потому что удел Господа он таков, что Россия станет бичом по уничтожению вот этого Содома. Именно российские ядерные боеголовки, как конфеты, угостят вот эти большие маленькие Содомы. Вот в этом и смысл, духовный смысл всего происходящего. И да, они действуют открыто. Сатанисты фактически сорвали маски и вышли в открытое противостояние с Богом. Я как человек, который, да, я не выгляжу как религиозный еврей. Но я до армии 5-6 лет учился в Яшиве. И, соответственно, хорошо знаком со всеми библейскими текстами. А после армии я посещал долго довольно длительный период Бенедиктинский христианский монастырь в Абу-Гош, где занимался переводом священных текстов из свитков Мертвого моря. Это в течение двух с половиной лет. Поэтому у меня, конечно, очень сильный бэкграунд и в классическом иудаизме, ортодоксальном иудаизме и в христианстве. Потому что, естественно, я работал тогда с христианскими источниками, причем древними, которые были как раз-таки со времен общины есеев, то есть которые были записаны или в период пришествия Иушуа, или недолго после его гибели. И имея вот эту связь с этими священными текстами, которые полностью раскрывали события нашего времени. Поэтому мне происходящее абсолютно понятно. Оно вообще у меня не вызывает никаких вопросов. У меня нет диссонансов между тем, что я вижу в телевизоре, и то, что изложено в священных текстах две тысячи лет назад. Вот вообще никакого диссонанса. Для меня это единая целостная картина. И я стараюсь передать вот это видение всем остальным, потому что не у всех есть время, не каждый из нас сегодня Библию вообще читал хотя бы один раз целиком. И уж тем более там крайне редко кто-то куда-то ходит и слушает какие-то проповеди или какие-то там философские мысли, потому что у людей банально нет времени. Задача сатанистов – это полностью забрать свободу выбора и свободу времени у людей, потому что время, оно дает возможность на осмысление, на ответы на вопросы, попытка поисков ответов на вопросы. И тогда возникают у людей ненужные вопросы. Так вот, чтобы у них не проходили вот эти процессы, духовно-философские, ментальные, то задача сатанистов, естественно, как можно плотнее подсадить людей на растрату, на забивание вот этого частного времени и частного пространства. И ночью кабинет министров Израиля принял решение. Вот мой фон – это как раз-таки генштаб Израиля в Тель-Авиве напротив, ну, на улице Минахембегин. И в этом здании под землей находится правительственный бункер, где проходило совещание кабинета безопасности. И там было принято решение, принципиальное решение, стратегическое решение о начале Большой войны. Причем по условиям аферты, многие люди сегодня знают, что такое понятие аферта, социальная аферта, я имею в виду, не какая-то сделка, а именно социальная аферта, которую выдвигает, вот силы света, они действуют через пророчества, а демонические силы, они действуют через аферты, потому что человечество в рамках вот этого, значит, постановления…